Игровой канал Ивана Палеота представляет Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фалиота, это третий Ведьмак, кровь и вино, и первая часть альтернативной, одной из альтернативных концовок, я решил начать ее с того момента, где мы сражаемся с Бруксой, которая прервала наш разговор с Энериетой, ну и с этого момента можно будет сделать выбор в другую сторону, которая прям несет за собой целый пласт, История, и конечно же я вам сегодня его продемонстрирую Маслица против вампиров я забыл, одеваем, надеваем, мажем, мажем, все, бомбочку, сейчас мы по полной катушке, я не хочу спередиться, немножко я промахнулся бимбой, по-прежнему лезут эти товарищи, очень хорошо во время крика она, это самое По ней попасть так очень сложно, пацаны только еще мешаются мне А накидывают они вот этим, не знаю, наносятся к Компиону или нет Ну хорошо, во время крика я ее так поранил, главное квен иметь, и пока она там заряжает этот свой крик Все, в этот раз как-то проще удалось мне ее Музяка классная, такая же как у меня на заставке походу И вот, пожалуйста, Детлов не шутил Да, и нам тоже надо заняться этим всерьез, дело зашло слишком далеко Рейдис, ты упоминал какой-то способ выманить Детлов, говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение Слово опасен передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог и просто скажи, как заставить Детлофа явиться навстречу Минутка, мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу Ты же можешь выполнить требования Детлофа и освободить Сиану Ты думаешь, Детлоф все еще верит в невиновность Сианы? Я думаю, он что-то подозревает Он пытается понять, что происходит И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной Попробуй убедить меня, что ты прав Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но Детлоф не злой Он импульсивный Нужно, чтобы они встретились, поговорили И он отступит от города Я-то, может, и соглашусь, а вот Анна Генриетта никогда Заметь, я не предлагаю спрашивать у нее позволения У меня много замечаний к твоему плану, в том числе и такое Мы не представляем, где держат Сиану Ты слышал, что говорила княгиня, в темнице ее нет Отговорки, мой друг Я уверен Стоит тебе захотеть, ты найдешь ее без труда Ну, в общем Можно поговорить с Дамьеном Княгиня держит его при себе Вероятно, он что-то знает Вот видишь Я знал, что ты что-нибудь придумаешь А если встреча пойдет не по твоему плану Что если дойдет Тобое Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится Крайне маловероятно, что Слушай, давай без теории вероятности Просто ответь Да или нет Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы Надеюсь, я развеял твои сомнения Не совсем Мы еще не закончили разговор Так как можно выманить Детлафа, если вдруг понадобится Кровью девственниц? Видишь ли Где-то неподалеку живет один из скрытых Древних могущественных вампиров Самых древних и самых могущественных Да, и? Тусент Земли скрытого Каждый из нас обязан слушаться его Покуда здесь находится А значит, достаточно одного его слова И Детлаф неравится в указанное место И как убедить этого скрытого Чтобы он вызвал Детлафа? Сперва хорошо было бы его найти Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды А вот местный Возьмем, к примеру, Арианну Видишь ли, она тоже... Я догадался Хорошо, допустим, она меня к нему приведет И что дальше? Не знаю Надо будет импровизировать Словом, или я поддамся шантажисту Или сражусь с ним Ты знаешь мои предпочтения Если мы освободим Сиану И устроим ей встречу с Детлафом Есть шанс, что мы все останемся живы Включая Детлафа Рейгис Прости, что ставлю тебя в такое положение Но Если я все-таки решу драться с Детлафом На чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом Я не стану у тебя на пути Я ценю это Надеюсь А теперь скажи, пожалуйста Что ты собираешься делать? Прости, Рейгис, но Гибнут люди Я не могу тратить время на Терапию для супружеских пар Что ж Жаль Ты знаешь, что делать Сходи к Ириане Попроси, чтобы она направила тебя к скрытому Может, она согласится А ты что будешь делать? Сейчас Сделаю все, что могу Чтобы по возможности сократить число жертв Если узнаешь, где искать скрытого Шипни словечко птицам Я тебе помогу Даже если придется выступить против Детлафа? Даже если так Удачи, Геральт Ну что ж Отправляемся к Ириане Я там все перемотал Потому что путь очень похож За парочкой разветвлений Этих, как вот здесь Здесь вот Так называемые фледеры Или кто это был Или Гаркайн Может, не успел посмотреть Иди здесь до рассвета Дыши медленно И не глубоко Иди здесь до рассвета Понял? Да Геральт дает указание Пацаненку Прикольно Это вот уникальная Да Сейчас нам Дорога До Арианы Пацаны стоят Ой, а я не знаю У них шансов вообще никаких нету Сражаться с вампирами Так, ну нам вот в эти ворота Все, мы поговорили И мы входим в Бандрагору Да, вот эта вот усадьба Или как она там называется Ну где бы Где нас принимала Ариана На светском рауте Классное было А че это ты? Ты его ругаешь Ну короче, нет Здесь больше поговорить Ни с кем нельзя Ариана где-то здесь В своем дворце Что неудивительно Давайте с ней поговорим Ты куда-то спешишь И даже очень Будь любезен Уйди с дороги Ты может быть не знаешь Что творится в городе Разумеется, знаю Это возмутительно На улицах резня И для тебя это возмутительно? Я бы выбрал слово посильнее Знаешь Мне много лет И чтобы произвести на меня впечатление Нужно Что-то действительно серьезное Ну да, конечно Вампиров удивить непросто Я знала, что ты догадаешься Это было нетрудно Ты не особенно скрывала А должна была? Ну Я же ведьмак А То есть враг? Это зависит только от тебя Я должен увидеть вашего скрытого Убедить его, чтобы он остановил Деклафа Ты вроде можешь в этом помочь Ай-яй-яй Кажется, я должна поговорить с Регисом Он стал слишком Неосмотрительным А ты Если хочешь совершить самоубийство Выбери способ попроще Прыгни с моста, например Я просто хочу поговорить Поговорить? Ничего себе Скрытый разорвет тебя Прежде чем ты откроешь рот Это уже моя забота Ты мне поможешь или нет? Хм Мне тоже не нравится ситуация в городе Но выдавать такую тайну ведьмаку Знаешь что? Поехали со мной Закончу свои дела Тогда и поговорим Ариана, у меня нет на это времени Люди гибнут, а ты... А я как раз сажусь в седло И ты либо едешь со мной Либо заканчиваешь этот волнующий монолог в одиночестве Ну... Будь по-твоему Так куда мы едем? Недалеко Видишь ли, я держу под Баклером такое... Заведение Приют, проще говоря Птицы шепчут, что там случилось что-то недоброе Сам понимаешь Учитывая обстоятельства К этому надо отнестись серьезно Да Даже очень Поехали Такой приют обходится тебе в целое состояние Видишь ли, я питаю слабость к детям В смысле? В таком, что... Погоди... Чувствуешь? Кровь Орно! 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 Общった Орно! О花 cat Орно! Да Орно! Ора! Фук Орно! Орно! Что тут случилось ...? Где Орно Говори Пошу fast Css С심 В свет Орно! Спокойно, малыш. Теперь все хорошо. Я так боялся. Так боялся. Чего? Расскажи нам по порядку. Нас разбудили. И... колокола. Потом крики. Я спрятался под одеяло, чтобы не слышать. Но было очень громко. И что-то стало стучать к крышу. Бум, бум. И сильнее, и сильнее. Тогда дядя Арно пришел и сказал, сидите тихо, тихонечко, тсс, и ничего не будет. Он их бросил, сукин сын. Бросил и сбежал. Кто такой этот Арно? Опекун. Он занимался приютом вместе с женой. За щедрую плату. Я их здесь не вижу. Не чую. Они уехали, а детей бросили, как приманку. Дядя Арно говорил, сидите тихо, как мышки, и чудовище не придет. Но оно пришло. Что было дальше? Бартыш, Нив, Мавра и другие убежали. Моя сестра Аня и я спрятались здесь, в комнате. Но Аня начала плакать. Я сажал ей рот и шептал. Тсс, 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 тсс. Долго, пока она не затихла. Хочешь сказать, ты ее... Не спрашивай. Я знаю уже достаточно. Да, я тоже. Что-то перебило моих детей. Я займусь малышом, его нельзя оставлять одного. А ты... Выследи эту скотину и принеси мне его голову. Тогда я помогу тебе найти скрытого. Этот мальчик ранен. Его надо перевязать. Ни о чем не волнуйся. Я им займусь. Ты уверена? У меня есть опыт в этих делах. Хватит пяти минут, чтобы его... Иди. Хорошо. Я найду его. Отлично. За дело. Иди сюда, малыш. Я тебе спою. В поле спят мотыльки. Уж свернулся у реки. Только котик не спит. И в окно все глядит. Кто же от гули его защитит? Можно дослушать песню. Только котик не спит. И в окно все глядит. Кто же от гули его защитит? Красивая мелодия. Пятна крови засохшей. Что за ужас тут творится? Друзья мои. Ну я думаю вы все догадываетесь. Для чего Арианин нужен этот... Приют? Ну пока не будем забегать вперед. Нормальный такой сиротский приют. Сиротский приют. Сиротский приют. Ударили стену черепа зножжен. Умер на месте. Тварь убила детей, но есть не стала. Что-то ее спугнуло или отвлекло. В этом сиротском приюте питаются сыром камамбер. Прикольно. Детишки. Брюшная полость растечена в трех местах. Повреждены органы артерии. Ну круть. Блин, жутко конечно. Мальчик на свою сестру задушил. Нечаянно. С перепугу. Какое-то двоякое ощущение. Ну ладно, пока не будем забегать вперед. Я повторюсь. Сейчас будем осматриваться. Колыбельки тут. Оранжевая краска для спехов. Но это все уже мне конечно не надобно. Выходим, поиграем в детектива. Будем искать скрытого. Я повторюсь, друзья мои. Я разбил на две части. Вот именно эту концовку. Потому что она там очень получилась по хронометражу большая. Так что мы планомерно сейчас будем все исследовать. И целое разветвление сюжетное. Я повторюсь, с этой Арианной. Не менее интересное, чем была хорошая концовка. Даже как-то она мне больше нравится, если честно. Такс, ну хорошо. Тут еще тоже кучи трупов. Раны на голове, на плечах, на шее. Чудовище атаковало сверху. Должно быть прыгнуло с крыши. Да. Когти об этом говорят. Следы когтей. Когти крючковатые, острые. Чудовище легко забралось на крышу. Вообще крутяк. Такое местечко тоже жуткое, таинственное. Друзья мои, атмосферище просто здесь прет. Следы лап. Чудовище двоногие ходит, наклонившись вперед. Ну явно вампир. Вампыр. Кстати, недопройденная мной на стримах игрулька. Горло разорвано. Горта не раздамана. Такс. Ну что у нас тут еще интересного это есть? Тоже следы. Кровь еще не засохла. Свеженький совсем. Рано ровное. Когти прошли гладко. Молодые тонкие кости. Никакого сопротивления. Да. Нормально как что-то попировала тварь. Так а что еще не все что-ли здесь вроде следы же. Значит вроде все. Так вот еще какой-то листь отпечаток. Это не кровь. Надо глянуть. Какая зеленая хрень. С запахом. И вот еще молест тут лежит. А орта рассеченная. Рядом следы укусов. Но старые заросшие. Угу. Хорошечно. Так. Куда нас запах ведет? В темноте кстати он получше виднеется чем днем. Здесь тоже следы. А куда то наружу. К платве вообще к моей. Какая это мазь. Это яд? Круг подозреваемых сужается. Ядовитые железы длинные когти пьет кровь. Должно быть это горкайн. Божак старей. Горкайны убивают из удовольствия. Детей ему было мало. Наверняка он отправился за обекунами. Из-за удовольствия? Прикольно. Какая-то повозка. Следы от повозки. Следы горкайна и повозки сливаются. Интересно догнал Леных. Платва! Вперед платва! Что-то не хочет девочка на ней среагировать. Ну ладно. Так одинокий рыцарь тут какой-то нарисовался. Патрулирующий. Тут короче мясо произошло он тут патрулирует ходит. Ладно это дурацкая игровая условность опять же. Ну скачем я надеюсь не очень далеко. Перепугают коня понятное дело за тобой такая тварь гонится. Вот вообще вру сварить и смотрите прикольно необычный какой-то путь проделала повозка. вообще крутяк и прям на берегах вынесло. Вот он мастик и след обрывается надо осмотреться. Слушайте вообще крутяк прям по следу горка найдем раны паскудные ну хоть недолго мучилась а этот орно найдем она разорвана на куски кровь высосана до последней капли здесь горка инновелся значит он залег где-то неподалеку переваривает пищу прикольно так ну я подозреваю он где-то там под мостом по-моему находится если мне память не изменяет далеко не надо пускай плотва здесь побудет мы сейчас с ним будем иметь удовольствие и он тоже кстати уникальный монстр обмажемся ну у меня и так вампир намазано да масло против вампиров отличное масло против вампиров а все остальное выпиваем это взяли петри может я так особо всех этих конечно эликсиров не испил не испробовал даже вот в этом первом ведьмаке по-моему все там испробовал даже бомбочки так увеличит максимальный уровень здоровья действует дольше поднимает очки здоровья до текущего уровня токсичности ух ты интересно да у меня от ворот действует я просто там немножечко передохнул когда перематывал ну окей сейчас кстати не это не пропали у меня после битвы с бруксой как в прошлой концовке действия эликсиров и отваров так он тут короче у нас почивает паскуда да смотрите какая жуть кверху башку да кверху жопой а вот и орно кишками наружу прикольно к вампиру хотел подкрас сыграть ну а ты хочешь с ведьмаком сразиться да я повешу твою башку уседла тварь выкручиваем урон просто лютый проходит эх мутагенов всяких интересных много ну ладно на новую игру плюс оставим то что в новой игре плюс я буду показывать новые эти самые квесты которые вышли с next gen версии ведьмака так ну как-то не очень смотрится эта башка горка я думал она как-то будет пообъемнее ну и хрен ладно возвращаемся в общем макариане и доложим о том что дело сделано отомстили за всех сейчас будет рассказывать нам про скрытого но не все так просто ариана оставь его я думал это займет больше времени так и есть я еще не закончил мне еще надо заняться тобой приют был для тебя чем-то вроде винного погреба да кладовкой заметь я никогда не говорила что помогаю этим детям по доброте душевной выйди отсюда малыш и закрой за собой дверь нет оставь ее госпожа ариана она заботилась она забрала нас улицу покупала нам сладости пела нам не трожь ее видишь ведьмак мир не бывает черно-белым я пила кровь этих детей да это правда но никогда не забирала столько чтобы убить и многое даю им взамен мне часто приходится сомневаться думать над решением пытаться найти единственно верное но это не твой случай ты отвратительна ты должна умереть но ты прикрываешься ребенком а я спешу я тебя отпущу на этот раз я сделал что ты просила этих детей убил Гаркаин из тех кого призвал Детлов он должен был напасть на город но запах детей видимо привлек его сюда да он разносится далеко он сладок он дразнит чувства говори где искать скрытого у него логово к западу от города на той стороне озера найди пещеру возле берега а этот камень откроет потайную дверь ты меня не проводишь я навещаю скрытого только в крайнем случае сам увидишь почему ты же понимаешь что однажды я к тебе вернусь в таком случае буду ждать но все мы знаем в каком случае он просил чтобы я шепнул слово птичкам сейчас мы почитаем немножечко биографии все мы знаем когда Геральт за ней вернется это было отлично продемонстрировано в триллере я не буду вам его конечно же показывать вы его и так все видели да вот почему она не особо сильно расстроилась что дети как же дети а это просто как она как разведением людей занимается в общем вот чем она занимается вампиры новая статья в бестиарии Гаркайну Ажак многие заблуждаются полагая что Гаркайны испытывают какую-то особую ненависть к людям в конце концов если посмотреть на людей со стороны то Гаркайнов можно понять Агнес из Мирквида Мирквида друидская фламиника и ученая когда вампир дает ведьмаку задание убить другого вампира то можно сказать с уверенностью оба они не совсем обычные задание оказалось довольно простым хотя Геральт и знал что его цель вампира но нельзя выпускать из виду что вампиры весьма разноликая группа и различные их виды порой очень не похожи между собой ведьмак установил что увиденный им экземпляр обладал длинными крючковатыми когтями с помощью которых мог с легкостью разорвать человека на части и брызгал ядом который замедлял сворачивание крови кроме того с помощью этих когтей он мог забраться даже на отвесную стену здания что внушало мысль об ужасах сверхъестественных об ужасных сверхъестественных способностях геральт понял что его враг опытный хищник умел устраивающий засады и внезапно нападающий на жертву чудовище по следу которого он шел оказалось могущественным разновидностью горкаина вожаком стаи как ожидал ведьмак вдобавок способность спускать фолны ментальной энергии этот вожак пользовался сильным ядом чудовище убивало не ради утоления голода а для забавы надо признать геральт тоже испытывал чувство удовлетворения избавив мир от твари ибо помнил резню в сиротском приюте устроенную этим горкаином да уж да уж только он выглядел немножко как будто по другому чем этот так или иначе бой был недолгим продуктивным и мы избавили таки мир так там еще статейки какие-то появились про Анну Генриетту я не знаю мы читали уже про Ариану почитаем оказалось что харизматичная подруга Региса как и он была вампиршей к сожалению она не была столь цивилизованной и гуманной как приятель Геральта Сиана содержал сиротский приют Ариан содержал сиротский приют за городом который как позднее обнаружились выполнял роль своеобразного погребка куда она приходила в случае необходимости чтобы напиться кровью живущих там детей Геральт дал себе слово что когда-нибудь они еще встретятся не зря называется кровь винов все-таки да у нас это дополнение скрытый хотите верьте хотите нет но высшие вампиры существуют чрезвычайно строгой иерархии так по крайней мере утверждал Регис чем старше вампир тем больше он пользуется уважением тем больше послушаний и тем более суровая кара грозит тому кто противится его воле один из таких вампиров жил в Баклере в пещере куда вампиры были перенесены во время сопряжения сфер и именно к нему решили обратиться Геральт и Регис когда им понадобилась помощь чтобы найти Детлофа проблема в том была что древние представляли вампирской расы были представители расы были как сказать не слишком дружелюбны конкретно этот же настолько не любил когда его мешают что Регис сам дрожал от одной мысли о том что придется нарушить его покой Геральт стоял перед трудным выбором отправиться к логову скрытого или попробовать отыскать Сианну Регис как по нему новости Геральт сбрался в Дунтына один Регис должен был наблюдать за Детлофом уговором но жизнь идет своим чередом оказалось что вампиры следили за Вимаком при помощи птиц благодаря этому Регис узнал что Геральт попал в беду вампиры среагировали на лоненосные вскоре после этого Дунтына захлебнулся кровью о да это было великолепное зрелище но остальное мы читали все про остальных поэтому не буду я утомлять вас ничего нового мы там уже не увидим шепчем сейчас птичкам нашим и отправляемся к Регису ко входу с Регисом ко входу да действительно повторюсь не зря кровь и вино называется очень здесь они сопряжены прям передайте Регису что я буду ждать его на пристани у дворца пожалуйста эти два напитка если конечно второй можно вернее кровь можно назвать таковым ну в случае с ампирами можно конечно все идем навстречу не будем задерживаться не вижу смысла и опять ходит здесь бедолага патрулятор хренов ух ну это прям было очень сейчас круто с Арианой мне момент этот очень понравился ибо ибо прям вот вот прям этого я очень ждал когда встреча с Арианой еще с момента выхода трейлера первого было неинтересно это мы будем сражаться с ней нет это было в трейлере а все что происходит сейчас это приквел к этому трейлеру грубо говоря был к этой битве с Арианой с Бруксой она же Брукс у нас так вот он дружбан Ригиса вороненок очередной как прошла встреча с Арианой плохо она все таки не сказала где искать скрытого сказала а еще продемонстрировала любовь к детской крови признаюсь до меня доходили сплетни но я не принимал их на веру не хочу об этом говорить пещера к западу от города на другой стороне озера нам туда понимаю я совершенно готов но да знаю ты бы предпочел освободить Сиану ради Детлафа ради вас обоих хватит Рейдис в том что произошло в приюте виноват Детлаф по городу текут реки крови и это тоже его работа и ты боишься что кто-то оскорбит его чувства я не шутил когда говорил что встреча со скрытым может быть смертельно опасной ты мой друг мой близкий друг вполне естественно что я бы не хотел чтобы ты напрасно рисковал жизнью ведь у нас есть и другой выбор куда более разумный я ведьма Крегис я не заключаю договоров с чудовищами я их убиваю а риски мне думать не приходится что ж я понял больше не буду к этому возвращаться благодарю пора собираться слушай я поплыву до места на лодке ты со мной или превратишься в туманное облачко в этом облике я не мог бы говорить а поговорить как ты знаешь я люблю да много и пространно пошли ты знаешь что нибудь о этом скрытом только то что он не любит гостей особенно не прошло отлично есть план как его задумать обычно перед скрытыми кладут в даркане символизирующие но такой можно найти только в Хаопланде у тебя его нет нет так что вся надежда на мой личный обоим откуда у скрытого такое отвращение к посетителю кто-то вошел к нему в пещеру и не вытер магии тут все несколько сложнее говори помедленнее и без трудных слов может я пойму я не сомневаюсь в твоем интеллекте только сложно это объяснить человеком этот мир для нас чужой неприятный враждебный скрытый делает все возможное чтобы от него отгородиться а мы ему в этом помешаем все это весь диалог вроде не так уж нам далеко и плыть осталось я пойду вперед на разведку а вот сейчас он превратился в туманное облачко ну хорошо так а тут у нас получается ухта а это же этот камушек у него с вами уже заюзер слава богу я уж испугался вход оказывается здесь у нас я к тому что мы уже здесь бывали ну хорошо как только я сажусь что-нибудь пописать у меня сразу сверлежка начинается за окном а у меня здесь такая слышимость прелестная просто отлично так как деревья стучит не помню снизу или сверху стоит по-моему сверху должен извините немножко затупил а вот все так А что-то ожидать здесь вообще, хотя увидеть прикольные фрески такие вампирские, мы сейчас будем с вами разглядывать. Но это вот никак в Тесхо мутно, он уже вряд ли это будет комментировать. Факелочек надо взять на всякий пожарный, для пущего антуражу. Да ведь, друзья мои? Для освещения, чтобы ни у кого не... Глаза от потемок не вытекали. Так, ну что ж, так еще, вот фрески какие-то здесь красивые. Мы совсем прям находимся недалеко, но пока придется побродить. Вообще, я поэтому, повторюсь, разбил на две части, потому что по времени очень много пришлось бродить здесь, вот именно. В этом логове. Ой-ой-ой, там уже кто-то где-то как-то почему-то... Сейчас здесь немного, по-моему, вид вампиров, по идее, должен встретиться. Но, может быть, не сейчас, а чуть попозже. Но, так или иначе, надо быть готовым ко всему. Как сказал Ригис, как минимум, как встречусь с вампирами. Ну, я-то готов, у меня все выпито. Неясо, что у нас ночью работает нормально. А пещерка обещает быть долго и длинно. Ты фледер, да? Ой-ой-ой, Ригис. Фас. Спасибо. Нормально, он вот так с одного удара просто высек и все. Ну, окей. Малый красный метаген. Геральт, я обожаю беседать с тобой. Только сейчас не лучше мне. Да я помню. Только я бы еще понимал, куда мне идти. Ты бы, может, как-то направлял бы меня, что-то, друг мой, сикный. Но нет. Направлять тут у нас не будет никто. Но в нашем... Кстати, по-моему, можно найти... Да, вот они. Хенгейт. Еще один сет, комплект доспехов вампирских. И он тут разбросан по всей этой пещере. Еще какие-то древние монеты. Чтобы нахрена не нужны эти древние монеты. Тоже одному богу известно. Но вряд ли они пригодятся. Просто как барахло будем с собой таскать. Можно просто как мусор, наверное, потом продать будет. И то сомневаюсь я. Так, ну Риги, судя по всему, раз он туда смотрит, значит нам сюда. В эту узенькую щель. Щель это я люблю, вы все знаете. И вот еще один здесь тупичок. Так, ребятки, давайте на этом закончим серию. Сейчас будет долгий разговор. И, собственно, первая встреча с этим скрытным. Тыкайте пальчик, подписывайтесь обязательно на канал. Очень скоро продолжим. Влет был до микрофона. Всем до новых встреч. Как всегда, большое пока. Мы и должно быть близко. Откуда ты знаешь? Слушай. Я ничего не слышу. Ни крыс, ни летучих мышей. Мертвая тишина. Я говорил, он не любит гостей. Нак, ти, сельмедаур. Не шагу дальше. Да. Ты не сделаешь больше ни шагу. Нак, ти, сельмедаур. Нет. 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 Стой. Стой. Мертвая тишина. Нет. 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 Нак, ти, сельмедаур. Субтитры создавал DimaTorzok